Всем привет! Вы на канале Плохие Книги. С вами Семен. И сегодня речь пойдет о книге под названием «Благие знамения». Я думаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы рассказать вам о Конце Света или Армагеддоне. Но чтобы нам всем не очень сильно унывать, книга на этот раз будет юмористической. Ничто не может быть веселее Конца Света. Не правда ли? Начну я сегодня с того, что немного расскажу вам о том, как так получилось, что в этой книге два автора. Причем не какие-нибудь никому неизвестные, а сам Перри Пратчетт и Мил Гейт. Сами авторы говорили, что данную книгу написали не нынешние звезды литературы, а в то время еще мало кому известные знаменитости. Их знакомство произошло в рабочей дне. Мил Гейман должен был взять интервью у Терри Пратчета. Но в ходе разговоров они поняли, что у них достаточно много общих интересов и похожие чувства юмора. И после того интервью они продолжили общаться и стали друзьями. И вот однажды Нил отправил своему другу Терри незаконченный рассказ и сказал, что они знают, как дописать эту историю. Спустя год Терри спросил у Нила, дописал ли он ту историю, а если он не собирается ее дописывать, то пусть просто продаст или отдаст ее. Ну и как вы видите, пришло все к тому, что эту историю они дописали вместе. Итак, о чем же эта книга? На землю явился Антихрист, а точнее не явился, его просто подбросили. Точнее не подбросили, а подменили на ребенка одной парочки сразу после родов. Естественно, эти родители не догадывались, что их ребенка подменили и что им придется воспитывать сына сатаны. И когда ему исполнится 11 лет, начнется Армагеддон и наступит конец света. Ангел Азерфель и демон Кроли уже много тысяч лет живут на земле и привыкли к людям и к своей жизни. Они вместе решают, что не хотят прощаться с их жизнью на земле и никакой Армагеддон им не нужен. Они придумывают прекрасный план, а заключается он в том, что в течение 11 лет они будут заниматься воспитанием ребенка. Один в качестве няни, а второй в качестве садовника. В итоге их нравоучения будут уравновешивать друг друга, а Антихрист не сможет выбрать ни ту, ни другую сторону. Как я уже говорил, книга юмористическая, юмор тут британский и делятся на разные типы шуток. Я выделю для вас три типа шуток. Первое – это сам сюжет. Азерфель и Кроли приходят на 11 день рождения к Антихристу и понимают, что это не тот ребенок. То есть все 11 лет они сюсюкались не с сыном сатаны, а с обычным мальчиком. Ну а сам Антихрист все это время был предоставлен самому себе. Второй вид шуток – это просто смешные ситуации. Например, в машине у Демона Кроли альбом любой группы превращается через несколько недель в сборник лучших песен группы Квин. Ну а третий вид шуток, насколько я знаю, часто встречающийся у Пратчета – это сноски. То есть вы, читая книгу, видите привычные многим звездочки, которые указывают на некоторое уточнение внизу страницы. Но в этой книге все уточнения нацелены на то, чтобы вас рассмешить. Они могут быть нелепыми, абсурдными, а то и вовсе бессмысленными. Например, Тайлер расправил плечи и вытянулся во весь рост. И стоит звездочка. А снизу написано 5 футов и 6 дюймов. А самое главное, что книга настолько хороша, что убрав из нее весь юмор, книга все еще продолжит быть самодостаточной. Вам часто буду добавлять новых персонажей, а история разрастется на несколько сюжетных веток, которые будут переплетаться между собой. Некоторые главы будут посвящены ангелу и демону. Некоторые главы будут посвящены антихристу и его друзьям. Потом появится родственница некой ведьмопророчицы, которая жила несколько сотен лет назад и написала книгу предсказаний. Также нас познакомят и с ныне живущими ведьмоловами. Как будут пересекаться истории этих персонажей и к чему все это приведет, читайте уже сами. Также хочется отметить, что если вы когда-то задумывались о том, чтобы познакомиться с творчеством Терри Пратчета, но не знали с какой стороны к этому подойти, то я вам рекомендую именно эту книгу. Я не говорю, что она лучше, просто у Терри Пратчета своя большая вселенная, в которой у него несколько цивиков, в каждом из которых по куче книг и т.д. и т.п. Я к этому не то чтобы плохо отношусь, просто сам не знаю, с какой стороны ко всему этому подойти и с чего начать. Хочется взять какую-нибудь его знаковую работу, которая является самодостаточным произведением и у которого не будет огромное количество продолжений или предысторий. Благие знамения как раз такая книга. У нее нет ни сиквела, ни приквела. Она не является книгой из его вселенной плоского мира. Поэтому начинайте именно с нее, если не планируете зарываться в его библиографии. Если уж говорить про то, кого в этой книге больше, Пратчета или Геймана, то тут сами авторы отвечали на этот вопрос, Пратчета здесь больше. Хотя саму завязку придумал, как я уже говорил, Нил Гейман, когда отправил эту незаконченную историю Терри Пратчета. Если вам интересно, кто и какие фрагменты написал, то Нил Гейман написал фрагменты, которые посвящены всадникам апокалипсиса, ну а Терри Пратчет написал про ведьму и детей. Нил Гейман больше сил приложил к завязке книги, Терри Пратчет к развязке. Все остальное они, судя по всему, писали как-то вперемешку. Но даже то, что я озвучил выше, было написано в некой синергии. Каждый хотел написать главу смешнее, чем его напарник. Они друг другу отправляли свои главы и вносили некоторые изменения в чужие. В итоге получилось так, что очень сложно выделить, кто конкретно и что написал. В какой-то момент Пратчет смеялся и хвалил смешные сцены Гейман, на что Нил отвечал, что думал эти сцены написал Терри. Также по этой книге был снят одноименный сериал. Он достаточно подробно следует сюжету книги и получилось все довольно неплохо. Одним из плюсов и минусов данного сериала является сценарист. А это сам Нил Гейман. Плюсы здесь в том, что Нил Гейман очень любит и понимает первоисточник. Поэтому это один из двух людей, которые могли бережно перенести книгу на экран. Второй человек, который мог это сделать, как вы, наверное, уже догадались, это сам Терри Пратчетт. Но, к сожалению, Терри Пратчетт умер до начала съемок. И вроде как одна из последних просьб Терри Пратчетт к Нилу Гейману заключалась в том, чтобы данная экранизация увидела свет. Ну а теперь давайте озвучу, в чем же заключается минус того, что сценаристом является сам Нил Гейман. Дело в том, что Нил Гейман, как я уже сказал, очень любит первоисточник. И у него просто-напросто не поднималась рука для того, чтобы вырезать те сцены, которые писал Терри Пратчетт. Но для кого-то это вовсе и не минус. Те сцены, которые хорошо выглядели на бумаге, не всегда хорошо выглядят на экране. Также в экранизации присутствуют и новые сцены с новыми персонажами. Вроде как они взяты из черновиков ко второй книге, которую Нил и Терри так и не написали. Подводя итоги всего вышесказанного, читайте книгу, смотрите сериал. Если же вы боитесь длинных сериалов, то сразу уточню, что здесь всего лишь 6 часовых серий. Много времени он вас не отнимет. Правда сейчас ведутся съемки второго сезона, но что именно там будет мне пока неизвестно. Главное, что нужно знать, вся книга экранизирована в первом сезоне. Если же вы являетесь любителем британского юмора, то что книга, что сериал для вас будет просто находка. Если же вы равнодушно относитесь к британскому юмору, то я повторюсь, книга и без него является самодостаточным произведением. Ее можно читать и просто ради истории. Продолжение следует...